Электрический привет вам кренделяя кренделябры, а особый привет Андрею Вольту. Привет Андрей, спасибо тебе за интересную идею, которую я почерпнул, когда ты разбирал мою чудаковатую схему. Внимательно разглядывая и слушая ролик Андрея Вольта, я пришел к выводу, что кое-чем я вас могу обрадовать. Ведь наверняка вы слышали о так называемых приставках к мультиметру, которые помогают измерять ESR сопротивление конденсатора. Причем как маленьких, так и больших. Я же в свою очередь очень сильно увлекаюсь, как многие из вас, мигалочками. И нас конечно же интересует, какой конденсатор нужно подобрать, чтобы эта мигалочка эффективно у нас работала и красиво мигала. Так вот, чтобы не повторяться, а схема обычного ESR измерителя содержит гораздо больше элементов, чем использую я, давайте посмотрим на эту схему. Так вот, чтобы не повторяться, не копировать и не быть банальным, я предлагаю немножечко иную схемотехнику. Да, базироваться мы будем все на той же схеме, которую у себя в ролике обсуждал Андрей Вольт. Он ее очень усиленно разжевал всем, поэтому если кому-то надо подробное объяснение, милости прошу на его канал и пожалуйста там посмотрите подробнее. Я вам сейчас в двух словах ее нарисую. И конечно же покажу, а точнее я уже показал. Схема имеет очень хорошие особенности, то есть она потребляет очень мало энергии, может питаться как от одной пальчиковой даже севшей батарейки, так и от двух пальчиковых батареек. Больше не рекомендую, да и не нужно это. И при этом мы будем измерять индуктивность и тут внимание, напряглись на слух. И в этом нам поможет динамик. Почему на слух, сейчас объясню. Так как меня частенько смотрят очень старые пацаны, они прекрасно знают, что с помощью вот такого китайского мультиметра прозванивать электрические цепи, есть такое выражение, прозвонка нельзя. Почему? А потому что внутри нет ни гудочка, ни звоночка, ни свисточка. Так вот, несмотря на то, что с помощью этого мультиметра можно измерять емкость конденсаторов, или я вру. А, да, сопротивление можно, а вот емкость конденсатора измерять нельзя. То и делать приставку к этому мультиметру мы не будем. Мы сделаем чудесное, чудаковатое устройство, которое нам поможет на слух измерять емкость конденсатора. В чем заключается суть измерения? Суть измерения заключается в том, как я уже сказал, мы подбираем конденсатор для мигалки. А значит, период колебаний, период звучаний должен быть максимальным. И вместо сплошного гудения мы должны, применив наш конденсатор, слышать щелчки. Да, такие конкретные и не очень частые. Вот этим мы и займемся. Давайте продемонстрирую, как работает эта схема, а потом еще немножечко объясню. Итак, у меня есть целый ряд конденсаторов, которые я хочу по-быстренькому проверить. При этом я не хочу смотреть на шкалу прибора хоть вот такого вот аналогового, хоть вот такого вот электронного цифрового. Нет. Я хочу, как в старые добрые времена, наслаждаться либо звуком, либо вспыхиванием лампочки. Но в данном случае мы будем ориентироваться на слух. Включаем питание. Всего лишь одна батарейка. Прибор настроен вот на такое басовитое гутение. Это гутение, гудение, можно перестраивать с помощью резистора. То есть частота в некоторых пределах регулируется для комфортности. А теперь мы возьмем конденсатор и проверим, годится ли вот такой конденсатор, чтобы заставить вот такие вот светодиодики мигать поочередно с достаточно низкой частотой. Нет. Не годится. Не годится. Слишком малая его емкость, несмотря на то, что он по размеру как бы достаточно велик. А вот у меня парочка маленьких конденсаторов, которые я выпаял совершенно недавно. Один из них, хоть и относится к классу СМД, но по крайней мере напоминает вот эти электролиты. А второй, второй достаточно трудно, кто отличит от обыкновенного диода. Да, это тоже конденсатор, танталовый, и у него тоже есть плюс и минус и хорошая емкость. И вот давайте вот этих малышей проверим с помощью нашего прибора. Подадим питание опять, и будет раз, два, три, четыре, пять. Вот это уже больше похоже на вспышечки. Да, то есть у этого конденсатора достаточно большая емкость. А у этого? По частоте пульсации мы можем сказать, что вот этот маленький кондер гораздо больше по емкости, чем вот этот. Ну, раз мы разобрались с СМД конденсаторами, давайте побалуемся обыкновенными кондерами, среди которых может нам попасть под руку вроде бы и исправный, но все-таки неисправный конденсатор. Как он себя поведет при измерениях на слух? Да, в нем есть какая-то небольшая емкость, но вот такое осипение и писк говорят о том, что он неисправен. Таким же образом давайте проверим старый советский конденсатор, которому уже больше 60 лет. Быть может он давно сдох? Ну-ка. Прекрасно. Старый советский конденсатор прекрасно себя чувствует и может быть использован в маячке или мигалочке нашей светодиодной. Едем дальше. Ну, современные электролиты, с ними все просто. Если он исправен, он даст нам вот такую музыку. По-моему, вот такой конденсатор как нельзя лучше можно использовать для каких-нибудь маяков на лампочках накаливания или же на сверх ярких светодиодах. А этот конденсатор? Маловато будет. Его емкость всего 68 микрофарад, ну и как бы достаточно часто трещит. Хотя для каких-нибудь звуковых, усилителей там или стабилизаторов он пригодится. Этот и этот конденсаторы отличаются в 10 раз. Давайте покажу. Здесь 68 микрофарад, а здесь 680 микрофарад. Вот давайте и послушаем, насколько сильно они отличаются по частоте пульсаций, если мы их применим в самой простой схеме. Подали питание и это прям реле поворота. А это какой-нибудь звуковой генератор. То, что мы сделали, это может кому-то показаться баловством, но я же с помощью такой схемы легко себе нашел, не глядя даже на параметры и не пользуясь приборами конденсатора, которые подойдут для маяков, светодиодных мигалочек или же моих экспериментальных установок. Что же касается частоты генерации, если мы сюда цепляем конденсатор, мы можем баловаться некоторыми интересными звуковыми спецэффектами, которые я вам сейчас и покажу. Давайте подадим питание. Как и обещал, давайте покажу, что в режиме измерений эта схема потребляет крайне мало электроэнергии. От полутора вольтовой батарейки она потребляет меньше, чем 1 мА, а от 3 вольт 3,6 мА, что, согласитесь, меньше даже, чем потребление обыкновенных светодиодов. Так что схема получилась у нас весьма и весьма экономичная. Еще раз спасибо Андрею Вольту за то, что он натолкнул меня на столь интересную мысль, которая полностью не соответствует, конечно, логике и пониманию. Но данный ролик я наверняка назову звуковой измеритель ESR конденсатора, чтобы не было похоже ни на кого еще. А оригинальность этой схемы, идеи, а также то, что я сотворил и вам показал, оценивать вам, мой уважаемый и любимый зритель. Напишите комментарий, не приняйтесь поставить какой-нибудь лайк-дизлайк, а еще лучше сходите ко мне на дзен и разнесите в пух и прах критиков, которые подобные схемы на дух не переносят и очень сильно на них ругаются. А на этом все, пока, с вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Субтитры сделал DimaTorzok